готовы двигаемся и так я себе собственно говоря сказал и сейчас на этом слайде я могу вам сказать то что основная мысль то что я люблю и знаю как делать разработчиков и бизнес счастливыми именно поэтому начало граф куэля будет о самом важном о чем не было в докладе того человека который был у меня на разогреве ульи климова у него не было ни слова о деньгах поэтому граф кель это open-source библиотека созданная фэсбуком она сделана для фронт-энд разработчиков бла 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 и многие другие вещи которые вы можете услышать связанная с граф келем но это инструмент и в тот момент когда вам какой-то человек говоря об инструменте начнет рассказывать что это такая штука которая имеет ручку которая имеет часть которым можно ударить центр тяжести смещен ближе к этой ручке просто спросить его а что этим делать если он скажет вам забивать гвозди вы поймете что этим молотком нужно забивать гвозди так вот я хотел бы вам описать граф кель как тот инструмент которым можно и нужно решать определенные задачи первая задача который волнует бизнес это разработка клиентов чрезвычайно долгая и чрезвычайно дорогая это не наша вина как разработчиков не мы работаем долго это индустрия толкает вперед браузеры у них появляются новые фичи клиенты хотят эти новые фичи использовать и мы вынуждены в очередной раз переписывать наш работающий код у интерпрайза java такой проблемы нету они могут позволить себе работать на интернет explorer 6 поднимите руку кто поддерживает эту никто я не удивлен так вот когда мы говорим о разработке клиентов чтобы это было быстро нужно сделать чтобы фронтенд разработчик занялся тем что он умеет делать хорошо рендерить в юшке ему нужно просто дать в удобном виде данные так чтобы он не спрашивал бизнес о том что же это за данные вот граф кель это об этом на самом деле это идея не нова как мы не придумаем ничего нового мы просто берем в очередной раз перезабритаем велосипед с новыми свистелками и перделками но вот это очень человека понятно это очень human friendly потому что до этого эта же вещь была реализована в виде сапа и в этот момент когда тебе нужно было написать xml это было неудобно на самом деле facebook 1 итерации когда они выпускали это они делали запросы не вот в таком вот джейсон на виде они делали запросы из разряда такая вот длинная строчка с точками 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 и тебе нужно было написать хэра . name следующий хэра . масс по сути они делали к набор ключей для rest а вот этот вот вариант он оказался настолько удобен что его выпустили в пенсорс и сейчас он является удобным решением для бизнеса еще одна проблема которая на самом деле есть у бизнеса и которые они осознают только уже набив шишек мире стартапа в котором я работаю они это еще не понимают но enterprise это понимает что в коде для разработчиков должно быть одно место где они понимают как описан домен отлично вот это вот тему можно послушать в докладе дмитрия науменко он кстати здесь есть я его видел вот если я ничего не путаю конечно а вот в 2017 году у него был классный доклад посмотрите а эта ссылка есть это кликабельное видео вы прямо сможете в кликнуть и посмотреть или прочитайте в эту книгу граф кель решает эту проблему тем что у вас есть набор типов которые показывают входные данные как input типы и как выходные данные вы вот сейчас вот видите как бегает курсор и собственно говоря перемещается по типам то есть возможность взять и использовать граф кель как single source of true о терминологии вашей доменной области это офигеть как круто потому что в этот момент бездев может зайти не имея никакого юлая поклацать посмотреть какие данные лежат уже на бэкэнде взять и составить запросы отдать фронтендерам искать ребята мне нужно чтобы это было сделано нашем наборе компонентов вот вам запрос я работал в таком проекте это реально очень круто и очень быстро чтобы вы понимали а в тот момент когда на первом проекте к на котором я сделал граф кель время выполнения одной новой страницы который был на ангул аре еще первом и росте составляла один месяц но в среднем это столько закладывали с граф келем и реактом но они лучше матчатся чем 1 angular время разработки новые страницы от задумки до того что это выкатывают стейкхолдером составила одну неделю ускорение в 4 раза это сложно разрабатывать параллельно сервер и клиент то есть вам нужно дождаться пока сервер возьмет там хоть что-то сделает с граф келем вы можете на самом деле вашу схему договариваться наперед как она будет меняться вы можете сказать то что давайте добавим к фильму директора и вот это вот она будет эволюционировать и самое крутое то что я проверил и это реально можно сделать что вы сломали на хрен все на бэк-энди сказали фронтендеры теперь чините и они сами починят за один-два дня чтобы вы понимали две недели назад на проекте перед началом его аутбординга бизнес решил а давайте мы на хрен поломаем архитектуру у нас было отношение один пользователь в одной компании то есть пользователи как там в том же самом слэки не могут находиться сразу в нескольких компаниях вы представляете на рейте у вас насколько это вот железобетонно забита в граф келли добавив взаимоотношение что пользователь может залогиниться в любую компанию которая вот у него есть доступ это очень большое архитектурное изменение было я сидел над этим неделю фронтендеры переписали запросы граф келли ничего не спрашивая за один день я могу сказать вам честно граф келли это круто но правда в тот момент когда ты начинаешь о нем разрабатывать из-за того что еще вот нету у тебя нужных технических данных первое что у тебя появляется это в телеграме вот этот вот город или как он там получается который улыбается несмотря на боль и так более утоляющие разработка дэвэл сервер девелопмента будет сложнее но моя история бизнес сейчас закончена поехали техническую во первых начинается все очень красиво ты читаешь документацию там все круто ты смотришь получается как работать граф келли смотришь спецификацию ты сравниваешь различные клиентские вещи и серверные которые позволяют ускорить кеширование и все круто ты даже начинаешь выбирать иди которые вы будете использовать команды ты смотришь на график ель которая выглядит вот так тебе больше нравится граф кель от призмы play ground потому что у нее черный фон это реально удобнее более того тут даже есть возможность поставить хедер для авторизации чего вот тут график ель нету и не будут предусматриваться то что это фейсбук то что вытянула у себя и выложила в open source им не нужно было это не сделали по внутреннему в пн нужно прикрутить и призма прикрутила но мой лично любимый инструмент это insomnia бессоннец это не та вещь которую вы будете запускать на сервере это аналог посмана который я вам рекомендую он офигенен и вот в правом нижнем углу вот вы видите там строчку это x pass которым вы сможете удобно как лодишем отфильтровать ответ вашего граф келя в тот момент когда я показал без деву он сказал офигеть нужно вспомнить что же у нас описано в документации граф келя там описано определение типов там есть такая вещь как схема definition language который появился на самом деле вот в стабильной спецификации которая выстав вышла в июне прошлого года то есть до этого это все был черновик только в июне прошлого года вышла продакшн версия который является действительно спецификации типы интерфейсы поля скалярные типы то есть на самом деле типы это у нас или сложный объект как у нас там может быть сопоставим или какой-то скалярный тип который вы можете сами определить как вы будете сериализировать и сериализировать но вот если мы вспомним и вот говорим именно вот об этом то вам эту схему нужно хранить по тем стандартам которые сейчас предлагаются во всех справочниках и предложениях и это первая боль потому что на самом деле если представить сейчас граф кель голосом капризной женщины которая вам говорит я люблю смотреться в зеркало и она подразумевает что ее очень много вы видите сразу же и и она интересуется только сама собой у вас получается ситуация в вашем коде за того что граф кель хочет увидеть себя снова и снова вас получается даже не повторение сами себя узнать этот принцип dot repeat yourself у вас получается дублирование с отсутствием single source of true то есть по сути имя вот тут вот вот здесь например там title у вас одновременно есть и в вашем датабейс лэйре ну там вы например в монге храните и в схеме и если вы пытаетесь а поменять только в одном месте у вас все падает и самое печальное заключается в том что дебажить это даже несмотря на классные там деба хроме и так далее это боль и страдания чем вообще вызвана вот такая вот ситуация тем что это неправильный путь это не тот путь который заложен изначально в концепцию граф келя мы не делаем отдельно схему и не запускаем ее с работой нашего сервера если вы видите такое это ошибка более того об этом на самом деле вы можете увидеть вот в этом вот видео у него позорно мало просмотров это о том как граф кель делается в фейсбуке у него всего 350 просмотров хотя видео уже два года а это та вещь которая на самом деле может вам рассказать как в крупной компании которые придумали граф кель его и реализовали я сэкономлю ваше время и расскажу то что на самом деле у них было вот так вот то есть они сделали график кель и у них вот то что это граф кель то что там есть какая-то схема и так далее они об этом даже не думали у них был запрос покажи мне схему интроспекция и по сути это них была схема которая хранится как отдельный файл это был класс reflection класс reflection из php когда мы получаем какие-то мета данные об классах мы не делаем схему сами классы представляют у себя схему single source of true только один ваш код не нужно брать еще один контракт добавлять вы боитесь а что вы сломаете контракт с генерируйте на основании вашего кода и проверьте что он соответствует тому контракту который вы декларируете с фронт-эндом все тесты закончились не нужно пытаться схему протестировать каждый из импоинтов что соответствует тому что вы должны сделать по контракту с генерируйте интроспекции саму схему и сверьте ее с эталоном у джава скрипта есть проблема у нас нету рефлекций возможно у нас появятся декораторы когда в этом году в следующем и так далее они сейчас есть тайп скрипте или как их там называют аннотации потому что возможно декораторы будут из имплементированы по-другому так вот в тот момент когда я в третий или в четвертый раз менял реализацию написанную на джава скрипте я своему первому заказчику по графке или скал можно все-таки напишу на тайп скрипте он от чего слишком много повторов вот выразительность кода который вам сейчас показываю я показываем и вот без тайп скрипта вот то что я говорю установить рефлек мета дата тайп скрипта и графки это все для того чтобы у нас была возможность не дублировать себя и вот так вот я надеюсь вы можете прочитать код даже задних рядов если нет тогда открываете демонстрацию по qr коду вот с одной модели потому что мы не можем на чистых функциях использовать декораторы с одной модели с одного класса я имею возможность генерировать схему в базе данных и схему типа в графке или это то чего мне не хватало если я пытался использовать apollo сервер и так далее и в этом мне помог тайп граф кель я когда шутила счет того что илья был у меня на разогреве он вам сказал она есть прикол в том что на самом деле тайп граф кель будет один из возможных под компонентов место с версии 6 и так собственно говоря что вы здесь видите вы видите например то что поле name в отличие от first и last name она используется в только она является геттером в модели но она используется в граф кель таким образом вы можете например сказать клиент все ты можешь не париться и не генерировать самостоятельно как у тебя будет отображаться name как конактонация first name и last name и посередине должен быть пробел если вам нужно например переставить это в порядке в каком-то вы делаете это на бэк-энде и сила того что можно не думать фронт-энд разработчикам то что вы переложили с больной головы на здоровый она в этом техническом режиме допустима двигаемся дальше вот так вот у нас выглядит resolver опять-таки у нас есть декораторы и мы составляем схему не на основании типов а на основании ресоверов которые требуют себя внутрь типов если у вас вот здесь вот по какой-то причине нету того поля который вы ожидаете увидеть вас должен быть какой-то асинхронное поле например количество друзей у данного человека вы можете это реализовать посредством того что вы сделаете еще одно поле и она будет фильтр и solver есть такой декоратор в тайп граф кель больше примеров и документация по вот этой вот ссылки следующая проблема граф кель реально может тормозить и проблема может быть в разных случаях у вас может быть реально плохой перфоманс в этом что-то сделали ужасное например вы загрузили из базы данных 2 мегабайта фильтруете их и в праве площадь и в антлоп вы можете делать слишком много запросов базе данных вы можете понимать что вы хотите отдать на фронт-энд быстро но вы не можете использовать раз кеширование по и тегу из наиболее частое решение для этого использовать дата лодер я попробовал херня фейсбуку подходит мне в том окружении в котором я работаю с стартапами и с моей привычкой работать в хайлоаде больше подходит вариант использовать предварительно посчитанные данные мне не нужен кэш я знаю в какой момент у меня данные перестанут быть валидный я сохраню в базу данных но sql базу данных это будет elastic search если мне нужно обеспечивать какой-то там полнотекстовый поиск это будет манга дебе то что будет быстро реально быстро отдавать мне при этом обратите внимание то что мне не нужно в этом случае заботиться о том чтобы там была денормализация данных у меня будут избыточные данных у я в пользователя сразу закинул список его ближайшего круга друзей то что это у не часто запрашиваем и данные какие ограничения здесь есть это решение мне будет вам подходить если вы не являетесь а овнером данных например если вы проксируете данные с микросервиса или ссет party это решение вам не подойдет ну тогда вы можете с чистой совестью сказать ребята я же разрабатываю backend for front-end и но да на сервере используется именно для этого backend for front-end сделать удобный доступ данным с клиента на сервере вы используете вы для этого rest используйте вы для этого графки или в об соке ты не имеет значения но джесс сейчас используется в силиконовой долине именно так и ответственность фронтендера написать но джесс приложение еще одна из проблем еще одна из болей это когда граф кель чего-то не не хватает ну граф кель моем представлении это девочка ареста такой мужик буртуальный который сказал будет значит будет а граф кель ну вот принесет неизвестно когда но именно то что вы попросили попросили чай с бутербродиком будучи с бутербродиком это же строгая типизация на уровне протокола зашибись представьте себе что у нас необходимо получить данные но у вас нету нужных декораторов ну вот те что там стать граф кель идут или стайп у р.м. это та библиотека которая там в наисте отлично получается идет которым есть декоратор представьте себе что у вас нету этих декораторов и вам нужно написать их самостоятельно что в этом случае я рекомендую сделать если у вас данные уже в джейсон формате тогда у вас есть отличная возможность воспользоваться подходом который есть джава на самом деле в java скрипте мы не сильно часто об об этом задумаемся но инстанс класса который мы делаем концу лог выглядит точно так же как plain object в джава у них тут там была раньше я не знаю сейчас есть или нет была такая аннотация как plain обжиг моду то есть просто набор property и статических типов во что она будет матчать вот вот если вы будете думать о plain обжиге ты аналогично тогда вы можете легко понять то что на самом деле просто диссерилизировать посредством джейсон парс и диссерилизировать джейсон центре инги фай и диссерилизировать посредством джейсон парс недостаточно потому что вы забываете в этом случае о мета данных которые у вас есть вы можете какой-то гетер которую вы хотите положить в plain object забыть эту проблему решает отлично play into класс когда вам необходимо получить данные с бэкэнда независимо от того есть у вас рест или нет о верне есть у вас граф киель или нет используйте выпал в соке там по ресту не имеет значение вы можете ваш сериализированный объект превратить в модель у которой будут гетер и сеттер и прочее и ваш код на фронт-энди независимо от того будете вы использовать график или нет если вы будете использовать класс трансформер станет чище потому что у вас будут сразу возможность использовать классы гетер и сеттер какие-то специальные методы и прочее для того чтобы это использовать у нас есть отличные декораторы вот по сути они в класс трансформере реализуют сериалайз и диссериалайз на стероидах вы можете взять и сказать что вот это вот поле обернутая таким декоратором она имеет такой-то тип наиболее частая проблема когда вы получаете с бэкэнда например дату то что вам нужно ее превратить в настоящую дату вам нужно или из таймстэмпа или из строки на стринг взять и сделать new дейт просто собачка type дэйт все готово сложенная сложная структура делаем там type и это просто вы не хотите чтобы у вас в плейн обжиг выходила например какой-то из полей отлично экспоуз нет экспоуз это наоборот когда вы хотите чтобы у вас это поле было например для того же самого гетера и самое крутое при работе с граф келем вы можете сделать сразу же разные типы потому что в интроспекции схемы у вас вот эти вот все поля которые вот тут вот были я не знаю насколько это видно но я надеюсь что без жирного белый на черном видно вот это вот type name два подчеркивания в интроспекционной схеме обозначает именно служебное поле вот это вот type name это имя из вот этих вот типов где они у нас тут вот это вот type film вот у вас из возвращаясь будет именно это вы можете дискриминировать ваши элементы массива по свойству type name используя дискриминатор когда вы делаете тукла тукла сфором плейн еще одна из проблем которую вы можете часто встретить это на самом деле слишком большие запросы предположим что у вас базе данных для на каждого использователей лежит два мегабайта данных вам нужно например просто перечень пользователей просто айдиш ник имя тянуть два мегабайта на каждой из этих и потом их разгребать ну это просто глупо вы делаете по сути select all fields select со звездочкой или вы например берете и делаете сортировку внутри вашего но джи с приложения не делайте так один из вариантов которые стоит использовать если у вас джуэн используйте материал зайд view в каждой из современных баз данных есть возможность материализировать то есть взять и сохранить как отдельную табличку какую-то из корей и в тот момент когда у вас исходные таблицы поменяются у вас это табличка которую мы называем это лазит view поменяется тоже это будет по сути при компьютер дэйта еще нужно помнить то что не нужно делать сортининг фильтринг ли по джинейшн в но джейс почему потому что для того чтобы сделать сортинг вам нужно на самом деле забрать все данные с дата лэйра неважно это вас там рест по микросервису или это вас запрос база данных отсортировать в нужном порядке и отдать ту часть которую запросил клиент по сути вы грузите event loop в ненужными вычислениями загружаете слишком много данных это ответственность дата лэйра сортировать фильтровать и сделать погенацию хочу вам показать последнюю вещь граф келл ресорвил он состоит из вот такой структуры на самом деле меня было ожидание то что вы читаете программу вы освежили в голове что такое граф келл вот и может быть это стоило сказать начале но граф келлер и солвер то что мы я делаю на бэкэнде как бэкэнд разработчик это по сути функция которая совпадает с филд неймом там есть четыре аргумента object аргументы то есть обжиг этот родительский элемент мы сейчас считаем дочерний элемент вот этот файл name для родительского у нас есть аргументы если мы нам необходимо передать там например skip 0 take 10 когда мы работаем с end point am users вот это прилетит сюда контекст если вы хотите чтобы у всего вашего запроса граф келл был какой-то контекст например из вашего http сервера перебросит там айпишник или живите токен это кладется сюда инфа то место где у нас есть аисты дерево вот это вот то что там сложные которые не зря поставлено четвертое место из разряда вам туда лезть не стоит на самом деле он может быть распарсен и вы оттуда можете получить элементы дочерние очень часто критикуя граф кель говорится о том что трудно составить запрос который вы будете делать прикол в том что у нас есть уже устоявшиеся граф келл филдс и этот тот инструмент которым вы можете на самом деле получить из объекта инфа обратите внимание мне не нужно все четыре объекта передавать в resolver я могу спокойно это сделать на декораторах я могу получить все дочерние элементы таким образом вот там предпоследние строчки вы видите select object keys от fields я таким образом скажу за моем запросе к базе данных но это предполагается что это какой-нибудь там позорус или mysql вот иначе там должен быть по дженейшн для манга тебе или какой-то другой тип мэппинга филдов граф кель а в те поля которые нам нужно запросить из дата лэйра таким образом вы на самом деле не будете тянуть этих 2 мегабайта для каждого пользователя вы получите только то что запросил клиент это ради чего граф кель делает это еще раз приближена выбрано все лишнее еще раз инфа вы можете спокойно распарсить ручками если надо а лучше использовать и граф кель филл потому что он разберется с фрагментами со скипами и прочими вещами которые начинающему граф келл разработчику тяжело саппортить без каких-то вот таких тулов тот вопрос который мне задавали на самом деле об как там вопросы с доступом это то что я добавлял уже здесь ребята у нас декораторы все решается декораторами вот в но джесси это отлично работает а если вы используете type script вы просто берете говорите что вот это вот поле она защищена и нужно быть или обладать такими фичами или быть админом или коррент юзером документации то есть что делать если вы сломали схему как бэкенд разработчика кто что кого мы говорил или что делать если вы фронт-энд разработчик во первых проверяете с помощью граф келл доктора поменялась или ваша схема и это брекинь чинь или нет то есть пометка депрекейшн филда вы еще не сломали но вы уже говорить о том что скоро она будет сломана добавление нового поля это не депрекейшн чинь граф келл доктор добавляйте свой технический стек очень круто делать с лент плагин граф келли он выглядит вот так вот вы видите 33 строчку так получилось это что за или схема поменялась или была опечатка но вы на этапе линтинга вы получаете сообщение об ошибке если бы такая крутая вещь была допустима в рейте я не знаю кто бы писал бы тогда бы граф келли ну вот это вот возможность еще до конекта к серверу до того как вы скомпилить и ваше приложение узнать о том что вы запрашиваете данные неправильно это сила граф келли еще и рекомендую это для себя сиди а вот для своей локальной разработки веб-шторм вы можете разработать в любой идее если она джейт брэйнс так вот там есть офигенный плагин который на самом деле вам делает авто капли шин когда вы пишете запросы граф келлю вы можете перейти сразу прочитать документацию нужно это настолько круто что фронт-энт разработчики после того как попробовали граф келли они уже не хотят возвращаться на раз я повторюсь идеи которые были заложены в технический стек во первых используется только одно один сингл со софт руб то есть у вас не должно быть дублирование это не зависит граф келли то или нет если у вас будет несколько источников правды вам будет трудно разобраться и не нужно повторять себя тем более не нужно с самим собой конфликтовать то что в граф келли без тайп скрипта и вот этих вот декораторов и автогенерирование схемы очень сложно используйте правильные инструменты самое главное решайте проблемы на нужном уровне у у меня все я буду рад ответить на ваши вопросы спасибо большое за докладники никита спасибо за доклад вопрос следующего плана я у меня пока не было опыта работа с граф келлим в продакшене да но когда я первый раз увидел я подумал где-то я это уже видел есть такая штука как о дейта которая в принципе решает практически те же задачи и практически тем же способом вопрос был ли у тебя опыт работы с у дейта и в чем разница вот у дейта на текущий момент нету настолько секси готового набора инструментов для фронт-энд разработчиков там нету возможности сразу же залинтить запросы там нету возможности сгенерировать тайп скрипт на основании твоих запросов там нету возможности где использовать интерфейсы и прочие те вещи на самом деле у дейта был классным инструментом пока она open source рынке не появился граф ки касательно композитных ключей в граф киеве его дайте поддержка что ты имеешь эту под прайм прайм реки вот у этих есть прайм реки до простых случаях он может быть стринг он может быть набор может быть композитных значит смотри зачем вообще отдельно выделен в айди в граф киеве спасибо очень классные вопросы это это приятно на них отвечать смотри нам нужно решать вопрос то что нас нету браузерного кэша мы не можем сказать что в рейсе вот этот эндпоинт по и тегу там по времени еще как-то и считать из браузерного киша нам нужно на клиенте сделать свой кэш этот кэш делается по объектной и он делается как на основании айтишника говорит что это делается на основании композитного ключа елки-палки закидывай туда просто на своем бэк-энде уитт который будет гарантировать тебе уникальность в твоем клиент сторожей не говори что тебе нужно композитный ключ если же у тебя так вышло что а на самом деле у тебя там в базе данных инкрементные номера и тебе нужно каким-то образом делать уникальный ключ по метам композиции но это не проблема граф киеля это проблема киширование ответов от граф киеля потому что граф киель это только протокол а транспорт агности который ничего не знает по поводу кэша на клиенте поэтому поэтому да такая проблема есть она связана с тем что нужно обеспечивать классный перформанс нужно решать какие-то задачи связаны с использованием граф киеля окей спасибо за вопросы какие еще спасибо за доклад очень классный у меня вопрос такого плана если уже существует готовое приложение на на росте на микро сервисах стоит ли вокруг этих микро сервисов делать один граф киель сервер который будет агрегировать данные и давать возможность заступаться к одному эндпойнту или лучше это все уже описывать не через микро сервисы а напрямую стучаться в базу этот вопрос ты задаешь на самом деле неправильному человеку у тебя есть конкретный проект на этом конкретном проекте у тебя есть тот человек который платит деньги он заказывает музыку сможешь ему продать идею граф киеля отлично на самом деле вот эти вот те слайды которые он показывал когда вы видели вот этот анимашку типов и так далее скажите пожалуйста кто их узнал они уже где-то были ребята это тупо с лендинга граф киеля это тупо с лендинга это то что бизнес заходя на что то же такое граф киель должен первое что увидеть мы как разработчики ну мы нашли сразу же херяк в документацию смотрим но зачем это сделано это на лендинге вот ответ на этот вопрос я не знаю нужно продать если ты хочешь с этим поработать ну такой high drive and development или резюме drive and development какой в этом подход больше нравится продай это бизнес специфику проекта захочешь обсудим с тобой поймем надо это или нет может быть у вас там есть гонка транзакций то о чем я уже обсуждал с тимофеем например у них на проекте такой и там отлично было бы граф киель для того чтобы избежать чтобы по одному протоколу прилетали и обновление вот и на на подписке мы отправляли какие-то данные окей спасибо